Здравствуйте, дорогие друзья! Вот в таком вот неформальном месте сегодня мы снимем интервью с моим приятелем, который, в общем-то, сейчас сам, наверное, расскажет, что его привело ко мне, анализы. Но мы нашли кучу, кучу всего нашли, и, наверное, цель этого интервью – рассказать вам, как среднестатистический обычный человек может обратиться к, соответственно, врачу, эндокринологу, с какими жалобами, и как это в глазах вот эта вот история обычного человека выглядит. С чего все начинается, с каких самых маленьких, каких-то, казалось бы, безобидных проявлений. Ну что, Вов, расскажи нам, как ты ко мне попал, с чего все начиналось, почему вообще вот тебе, такому загруженному? Ну, на самом деле, все просто. Раньше я, ну, скажем так, годы 3-4 назад активно занимался спортом, любил хорошенечко потягать железо и так далее. Был в хорошей форме при росте, 187 сантиметров, вес мой с хорошей мышечной массой достигал максимум 92-94 килограмм. Вот. Ну и, собственно, я потом начал замечать, что, несмотря на более-менее стандартные нагрузки, вес переваливает за соточку, а потом 110, и самое большое, сколько я набирал, когда я уже начал бить тревогу и понял, что что-то совсем со мной не так. Да, будем честны, я начал кушать, кушать прилично, тренироваться меньше, кушал тортики на ночь. И так сложилось, что я добрался до 137 килограмм. Понял, что что-то совсем со мной не так. Надо сдавать анализы, надо исследоваться. Ну, долго я этого делать не хотел, откладывал до последнего. Но когда я понял, что мне невозможно купить штанишки, потому что просто нету на меня стандартных размеров, я понял, что все, это уже потолок. Окей, окей. Скажи, пожалуйста, вот если для обычного обывателя, да, вот чтобы было понятно, где вот эта вот грань, когда ты начинаешь чувствовать, что, ну, пора, надо что-то менять? На самом деле у меня не совсем стандартный случай, потому что понимал я давно, что уже надо где-то вот, ну, когда засосочку-то первый раз перевалило, я уже начал так немножечко задумываться. Когда перевалило за 115, я начал паниковать. Но зачем-то, зачем-то я, честно скажу, прям признаюсь, я тянул до последнего. Я боялся, что сейчас я пойду начну исследовать, что-то найдут. Я вот этого напугаюсь. И были такие не самые хорошие, не самые, скорее всего, правильные мысли. Сейчас я немножко потяну. Сейчас я просто буду больше спать, меньше кушать, побольше железа в зале возьму, да, поинтенсивнее потренируюсь, больше кардио, и все вернется на круги своя. И где-то примерно полгода я еще верил, что все обойдется. И несмотря на то, что я начал так прилично диетничать, убрал сладкое, мучное, старался ложиться до 11 спать, а ничего не помогало. Я все больше и больше набирал. И в один прекрасный момент, когда я понял, что я практически ничего не кушаю, разу так вот, ну, по колоражу где-то, на самое большое у меня, наверное, 1600 калорий было, 1200, вот так вот. И вес все равно неуклонно повышался. Вот тут я понял, что что-то не так, что без доктора, ну, без вариантов. Это, наверное, был мой переломный момент. Зачем-то я потратил полгода, чтобы дойти до этих мыслей. И, как показывает практика, это было зря. Скажи, пожалуйста, а вот когда мы вот начали работать, это просто очень типичный случай, ты так думаешь? А, то есть это я не уникальный, но это нормально, что люди так делают. Да, и что так делают, и самое главное, вот это вот чувство тревоги, твое акцентированное, что сейчас все найдут, боязнь онкологии, да, расскажи. Честно скажу, у меня, ну, не знаю, насколько у меня это уникально. Я боюсь вот этого всего, я боюсь вот этой страшной болезни. Я до последнего, наверное, тоже не хотел исследоваться. Ну, как, первый раз ты меня когда загнал на анализы, и мы поняли, что ТТГ большой, пролактин большой. И несмотря на то, что мы начали лечиться, ТТГ и пролактин остался, ну, скажем так, завышенным, заниженным, как правильно ты сам знаешь. Вот, я не доктор, я имею право. Ну, короче говоря, не те анализы, ни ТТГ, ни пролактин. Вот это, наверное, был самый страшный момент, потому что я начал подозревать, а мало ли. И очень, вот, очень не хотелось дальше. Ну, а с другой стороны, что страшнее? Продолжать бояться и не идти на исследование? Или все-таки это сделать? Вот такой момент тоже психологический. Ну, наверное, такой для зрителя хотелось бы подчеркнуть, такой момент интересный. Что, вот, человеку, который ни разу не заходил, да, на лечение, сложновато сразу, ну, в голове принять то, что это одномоментно не происходит. Вот, как ты говоришь, там, раз, там, все анализы нормализовались. И когда ты получаешь какие-то анализы, и ты видишь, что там изменения совсем капелька, тебе кажется, что это какая-то штука непобедимая просто. Потому что ты уже купил, сдал анализы, потратил деньги, потратил время, а через два месяца, допустим, ну, маленькая продвижка, к примеру. Ну, если я правильно понял, если я правильно понял вопрос, ну, я как бы вроде как считаю себя адекватным человеком, и здесь и сейчас там я вложил деньги, значит, через месяц я буду априори здоров. Нет, таких ожиданий. Нет, такого не было? Нет, такого не было, я прекрасно понимал, что я себя к этому состоянию вел годами. Это и мои ночные съемки, здрасте, я фотограф, да. Это и постоянный недосып, моменты интенсивных съемок. Я вообще по 3-4 часа могу спать, самое большое. Ложусь я в 5, иногда встаю в 2, ну, всякое бывает. То есть, опять же, алкоголь классический, да, все мы любим хорошенечко сдать проект и хорошенечко припить. Ну, короче говоря, если не вдаваться в детали, я так уж намекну, что я и кушал много, и подпивал. Виски с колой наши, все, сами понимаете, вот. Стресс от съемок надо каким-то образом куда-то девать. Ну, в общем, если взять вот крайнюю пятилеточку, я очень многое сделал для того, чтобы прийти к этому состоянию. Я не горжусь этим, просто рассказываю, как есть. Ну, как-то так. Поэтому, естественно, я отдаю себе отчет, что нет такого, что я 5 лет трудился, в кавычках, чтобы прийти к этому состоянию. И тут такой бах, за месяц, хе-хе, я хочу снова идеальный свой вес, идеальные показатели сахара в крови и так далее и тому подобное. Нет, я нацелен на лечение столько, сколько надо, и ради результата я готов потрудиться. А что самое вот тяжелое, на твой взгляд, в нашем лечении? Что самое психологически может быть напряжено? Ну, как сказать, психологически, ну, будем честны, все мы можем бить ногой, пяткой себя в грудь и говорить, что мы герои, мы можем держать идеальную диету. Но, как человек, который уже, сколько, четвертый месяц пошел, да? Четвертый месяц лечения и достаточно строгая, жесткая диета, вот, наверное, все-таки самое сложное понимать, ну, лично для меня, что диету держать надо. И нет такого, что, ой, ну, я же так хорошо потрудился, я уже два месяца на диете, скушаю-ка я свой любимый тортик, ну, кусочек, ну, другой. У меня, как получается, если я себе даю поблажку, поблажку один раз, я обязательно сорвусь. Такой вот психотип, назовем это так. Я либо фанатично, идеально держу диету, либо я срываюсь. И для меня самое сложное, это не сделать себе поблажку. Одну единственную в моем случае. Пока удается. Ну, один раз мне сделали кофе не с тем молоком, сказали, что, ну, это не моя вина, честное слово, доктор. Я честен, да. А мне сказали, что да, да, кокосовое молоко, а потом подбежал официант, хостис там, неважно, и сказал, ой, вы знаете, а я уже половину выпил. Это не кокосовое молоко, сейчас мы вам все принесем. Ну, вот, наверное, как-то так. Единственный случай. Это очень интересно. Скажи, пожалуйста, а вот по ощущениям есть какие-то субъективные лично вот твои ощущения от того, вот как ты точку отсчета начал? Вот ты был с метаболическим синдромом, назовем это. С каким, прости? Ну, метаболический синдром, это все вместе, все, что у тебя вот как бы если суммировать, можно это назвать метаболическим синдромом, то, что мы нашли. То есть можно по отдельности разложить, а если для зрителя очень быстро, мы можем так штормулировать. И вот то, что мы начали с ним, с ярким, да, и вот сейчас мы все-таки пришли в некую чуть-чуть в ремиссию какую-то. Субъективно по ощущениям что-то поменялось или пока все так? На самом деле поменялось практически все. Я себя стал чувствовать более-менее человеком. В каком плане? Элементарно. Раньше как было. Я утром встаю, ну, утром, днем, да, как у меня там по работе и так далее. И я уже устал. Понимаешь, я только стою с постели, я иду в душ, у меня контрастный душ, потом пару чашек кофе, и я все, у меня уже нет сил. И я кушаю, 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 а энергии, в принципе, как будто бы и нет. И я, кстати, что делал? Тоже такой грешный момент. Я подсел одновременно на жиросжигатели. Потому что жиросжигатели, они дают прям, они бустят энергию. И ты накинул две таблеточки, и все, ты бодр, ты счастлив. Вот. А потом, когда уже грамотные докторы мне сказали, насколько это вредно, я с этим завязал, и у меня прям ломка была. Ну, короче, я немножечко отошел от темы. Раньше у меня не было сил ни на что. Я вставал, я уже устал. Сейчас я встаю, у меня сразу есть энергия. Я взялся в привычку, проснулся, выпил водички, ну, собственно, погулял минут 30-40, где-то только через час я сажусь кушать. Раньше я так не мог. Я еще сонный шел в холодильник, кушал печеньку, конфетку, иногда и конфетку, и печеньку, будем честны. То есть я постоянно кусочничал, я постоянно все таскал. И мне хотелось все больше и больше это делать. Сейчас у меня нет такой необходимости, я себя уже перестал чувствовать рабом желудка. У меня есть энергия на все. И я, наверное, себя так лет 7 не ощущал, как сейчас. Это правда, это... Я прям кайфую каждый день до сих пор. Я еще к этому не привык. Я реально отвык от этого. Вот. Также, опять же, я приходил на съемку. При весе там, ну, в среднем 130 килограмм, я начинал снимать. Ну, как снимает клубный фотограф. В одной руке камера, в другой руке вспышка с софтбоксом. Ну, грубо говоря, через 3,5-5 минут я уже мокрый, я уже меняю свою первую маечку. Да, на двухпасовую съемку я брал 3 майки, и, как правило, я их все использовал. Постоянно мокрый, постоянно вот эти вот соленые, белые вот эти вот штучки. Короче, жесть. Сейчас я на 2-3 съемки, ну, я беру с собой на всякий случай одну майку. Одну майку. И, как правило, я ее привожу домой. То есть я не подсею, я не устаю. Я раньше начинаю снимать, и где-то через 20-30 минут съемок я уже ненавижу гостей, я ненавижу клиентов. Я хочу, чтобы они все ушли. Ни о каком творчестве мы не говорим. Мне хочется сесть, и чтобы все заткнулись. И музыку выключили. Сейчас я кайфую. Вот буквально вчера я поснимал, не будем афишировать, в своем любимом клубе. Там было классно, там были гости. И у меня было просто такое ощущение, что я пришел потусить. А, и мне еще денег за это заплатили. Я попоткал классных людей, классных девчушек. И, ты знаешь, это точно здорово. Это круто. Это круто. Еще заключительно хотел тебя спросить. С твоей проблемой, значит, возникает какое впечатление? Помнишь, сколько БАДов и препаратов у тебя было много? Да, их сейчас не так мало. Преодолеваешь и вообще расскажи вот о твоих впечатлениях. Ну, как сказать. Когда я первый раз увидел список, я такой читаю, 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 читаю. Думаю, да сколько можно читать, а это оказывается только один лист, а их два. Я был шокирован, потому что столько препаратов, ну, честно скажу, я никогда не пил. Для меня это был такой некий шок, некое посягательство на мое личное пространство. Я просто понял, что я пять раз в день по часам, по таймингам должен принимать препараты. Мне это люто не понравилось, будем честны. Но, как говорится, что делать, я хочу результат. Сейчас я этого не замечаю. Ну, просто не замечаю. Я уже не смотрю на часы, я уже сам знаю. И абсолютно никак меня это не раздражает. Может быть, привык. Наверное, так. То есть, возможно, возможно, это преодолеть и, соответственно... Это необходимо преодолеть. Я просто человек еще такой, я очень свободолюбивый. Я ненавижу, я ненавижу. Я бы, наверное, поэтому и пошел в фотографы, потому что я поработал раз на графике, два... Для меня нет ничего хуже, чем соблюдать какие-то тайминги, какие-то там графики. Вот это вот все не надо, не хочу. Уйдите. Вот. И поэтому для меня было неким таким шоком, что у меня идет такая посягательство на мою свободу, что теперь я по таймингам должен лекарства принимать. И это непонятно, сколько будет по времени. Но за пару недель как-то так раз и ок. Здорово. Здорово. Ну что ж, спасибо огромное за твою историю. Пожалуйста, надеюсь, кому-то будет полезно. Безумно полезно, на самом деле. Многих мотивирует, мотивирует такие истории меняться. Я желаю всем нашим зрителям в первую очередь здоровья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И меняйтесь, конечно же, меняйтесь. Ребята, удачи, здоровья, берите себя. И, ребят, выходите своевременно к доктору. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok